В один из дождливых июльских вечеров мы выехали из Новокузнецка, ночью проехали областной город Кемерово, а утром мы обогнули горы Кузнецкий-Алатау и через Красноярский край, приехали в Хакасию поплавать в минеральных водах соленого озера Шира. Через день мы свернули палатку и рванули недалеко не близко, а за 2000 километров на Байкал. По пути мы проехали утопающий в сизой дымке Красноярск, жарили картошку с лисичками в Нижнеудинске, проехали зону стихийного наводнения в Тулуне, в Иркутске постояли на берегу Туманной Ангары, на паромную переправу на остров Ольхон простояли в очереди три часа, и вот он, синий Байкал. Совершенно счастливые мы едем по разбитой камазами грунтовой дороге острова Ольхон. Мы очень голодные, сейчас мы хотим найти здесь жилье, остановиться здесь на ночлег на сегодняшнюю ночь. А уже завтра мы поедем в поселок Хужир, где находятся все магазины и вся администрация острова. В администрации необходимо будет оплатить какие-то пошлины за пребывание здесь, за возможность поставить палатку на берегу озера, ну и за передвижение по острову. Ну и здесь же в Хужире есть магазины, где можно будет пополнить продуктовый запас, так как мы запланировали остановиться здесь на острове на три дня. Вдоль дороги стоят подобные объявления, где приглашают пообедать или снять жилье. И по одному из номеров мы позвонили и сняли здесь неподалеку гостевой домик на трубазе. И хозяйка уже поставила нам 12 поз национальное бурятское блюдо и ждет нас в гости. Ну и как же на Байкале обойтись без национального бурятского блюда позы? Это подобие наших мантов. За ночлег в домике без удобства мы отдали по 600 рублей человека. Справа озеро Байкал, а слева косой отделен озеро Ханхой. Название озера Ханхой как бы спросил у бурятского здесь местного жителя, он говорит, не знаю, просто название Ханхой. Вот такая коса интересная. Вода в нем по сравнению с Байкалом там на несколько градусов вроде как теплее, потому что, наверное, глубина поменьше. Вот то, что он сказал, собственно и говорил. Такая свежесть идет от озера. Мы пришли окунуться. Не знаю, как нам это удастся. Вода сегодня теплая, 9 градусов. Бывает и ниже. Но дети вон купаются. Ну как водичка? Дубль 2. Вот она, эта узкая полоска, соединяющая два озера. Озеро Ханхой слева и озеро Байкал. Справа. Там кто-то поставил палатки. Котирок стоит. Отдыхающие отдыхают. И вот наконец-то вдали показался поселок Хужир. В поселок Хужир в центре Ольхона мы едем за разрешением на пребывание в южной части острова за возможность поставить палатку. В северной части находится национальный заповедник. И там требуются какие-то еще дополнительные разрешения. На подъезде к Хужиру встречаются такие красивые турбазы в невероятно живописных местах. Здесь и синее озеро, и сосновый бор, и брусчатые домики люкс. Ну и цены, наверное, тоже люкс. Мы же присматриваем тихое место, где можно встать на два дня с палаткой. В Хужире, кроме администрации, находятся кафе многочисленные, сувенирные лавки, лавки с чаями, бальзамами, мазями и втираниями. Ну, поселок как поселок. Много туристов и отдыхающих. Работает и держит бизнес. Здесь в основном буряты, так как только им разрешается жить и строить жилье на этом острове. Магазин хороший, который нам порекомендовали. И оттуда мы поехали на север острова. Но затею эту быстро оставили, так как дорога была настолько плохая, что ехать было невыносимо. Особенно для Алексея. Он это воспринимает особо болезненно. Да и разрешения на посещение заповедника мы не брали. Поэтому, немного проехав по пыльной стиральной доске, мы повернули обратно на мыс Бурхан. Мы прочитали, что где-то здесь, на мысе Бурхан или шаманском мысе, по преданиям, был похоронен Чингисхан. И где-то здесь находятся его могилы. Мыс Бурхан считается настолько священным для шаманов, что здесь, где-то в пещерах, производят шаманские посвящения. Посвящения в шаманы. И чем ближе мы приближаемся к мысу, тем больше объектов шаманской культуры мы здесь встречаем. Здесь и какие-то сухие деревья, обвязанные цветными ленточками. Огромные идолы в виде животных. Лисы, куницы, рыси. Сейчас мы подойдем к ним поближе, посмотрим. Трехметровые, а может и больше, идолы словно охраняют территорию мыса Бурхан, одну из святынь Азии. По преданиям считалось, что за этой чертой обитают духи, и непосвященному человеку там делать нечего. Но сейчас в обход, через главный вход на мыс, есть дорога на побережье, и там отдыхают туристы. Здесь неподалеку мы оставили машину и пойдем на сам мыс. Какие-то травы, кустарники, елочки насажены здесь и огорожены, чтобы не попасть под ноги нерасторопному, невнимательному туристу. Сколько пляжных отдыхающих на берегу, но сегодня водичка гораздо холоднее, чем вчера. Мы тоже искупнулись сегодня, но скорее как пробки, окунулись и вылетели на берег. Потрясающе красиво здесь, и вода Байкала поистине волшебная. Непередаваемые ощущения испытываешь при погружении в воду. Вот где место силы, это надо попробовать самим. Вот люди снова вяжут на столбы ленточки, может исполняют желание, может хотят сюда снова вернуться, но мы в подобных играх не участвуем, так как другая культура, и мы не приверженцы шаманизма, равно как и других измов. А вот и сама двухвершинная шаман-скала, или скала-шаманка. Там находится сквозная пещера длиной 12 метров. Долгое время эта скала была запретной и имела право доступа только для шаманов. Здесь совершались жертвоприношения, посвящения в шаманы, и мыс был главным местом паломничества бурят-шаманистов со всего Забайкалья. Скала эта часто изображена в буклетах, на магнитиках, открытках и является визитной карточкой Байкала. Мы же нагулялись здесь, налюбовались, сделали несколько снимков и поехали в бурятское кафе отведать национальные блюда. Вот такой буза-центр мы выбрали. Здесь отличные горячие бузы, шарбин, боовы и бухлер. Если честно, мы ничего в этом не смыслим, но сейчас будем пробовать. Многогранное такое кафе в виде юрты, и мы сделали заказ. Оказалось, что бухлер – это бульон с мясом, картофелем и морковью. Шулен – суп с пельменями и лапшой. Боовы – это бурятские сладости типа хвороста. Оказалось, что буза, название кафе «Буза-центр» – это те же позы, подобие мант, которые мы ели в начале видео. Самым странным нам показалось блюдо шулен – суп с пельменями и лапшой. Хотя на вкус это неплохо. В одной из тихих бухт мы нашли пристанище. Водичка, ух, бодрящая! Но, окунаясь в нее, словно смываешь с себя груз прошлых неурядиц. Наполняешься энергией и силой. Место волшебное, закрытое от ветров, в абсолютном уединении и полной красоте и гармонии. Вот так и сидим, любуемся этой головокружительной красотой. Едим вкусную рыбку. Рыбка отменная. К сожалению, омуля приобрести нам здесь не удалось. В этом году рыбалка на омуля запрещена. Местное население мы спросили. Омуля никто не продает. Да и поймать его, говорят, не могут. Даже нет нерпы, которые обычно гоняют здесь, в водах Байкала, этого омуля. И даже этой нерпы нет. Рыбаки, говорят, расставляли сети. Но для остальных рыбалка и особенно продажа его запрещена. И штраф за продажу омуля, местное население, говорят, 3000 рублей. Поэтому никто не хочет продавать. А даже, говорят, если кто-то и продает, продают обычную пеледь под видом омуля. Поэтому, если вам кто-то будет предлагать, смотрите, не ошибитесь с покупкой рыбы. Мы же купили пеледь и какую-то ряпушку в магазине хорошей. И продукт этот тоже очень хороший, рыбка очень вкусная. Но не омуль, не омуль. Но его мы так и не попробовали. Незаметно пролетели еще два дня. И завтра нас снова ждет дорога. Хочется впитать эту красоту. Хочется еще раз вернуться сюда, в это неповторимое и красивейшее место. Вот, наконец-то, мы и достигли Дзена. Преодолев 2500 километров и три дня пути, мы оказались в одном из самых живописных уголков нашей планеты. Мы оказались в том месте, о котором мечтали несколько лет, и особенно последнюю зиму. Мы оказались в самом сердце Байкала, на острове Ольхон. Сказать словами, что мы чувствуем, невозможно. Нас переполняет почтение и торжественность перед этой мощью воды, чистейшей воды, глубочайшего в мире озера. Нас переполняет радость и ликование от того, что наши мечты сбылись. Мечтайте и осуществляйте свои мечты. Достигайте своих целей. Живите свою жизнь и радуйтесь каждым ее моментом. Наполняйте свою жизнь своими праздниками. А с вами были двое в пути, Ирина и Алексей. Спасибо, что путешествуете с нами. Подписывайтесь на наш канал и ждите новых путешествий. Всего вам доброго! Пока!